2 апреля в здании отдела религиозного образования и катехизации Катериндарской епархии состоялся методический семинар работников образования города Краснодара. Встречу возглавил руководитель епархиального отдела образования Протерей Александр Игнат. Сегодняшняя наша встреча, она пройдет, мне кажется, очень интересной. Мы постараемся провести ее так, чтобы вам было полезно не только услышать... Отец Александр рассказал присутствующему о завершившемся 15-м Благовещенском православном педагогическом форуме, о проведенных на нем мероприятиях, актуальных вопросах духовно-нравственного воспитания современных школьников. Особое внимание на форуме было уделено проблеме социальных сетей. Представляете, что делается в этих сетях? Поэтому в этих выступлениях звучали очень мудрые советы, боль и переживания преподавателей. Я хочу попросить сейчас на экране включить выступление одной из участников этого форума, Виктории Шушариной. Наши в основном сытые и хорошо одетые дети, избавлены прогрессорами и родителями от всех тяга физического труда, релеены педагогами на самых разных уровнях образования, а не сироты. Потому что день и ночь, каждую свободную минуту они воюют с монстрами, пропускают через себя чужие жизни, проглатывают гигабайтами всякую чушь, да так, что и поесть забывают. Эти дети растут на наших глазах, а не на наших глазах проваливаются в эту бездну. Вокруг не сплошны маски и иллюзии. Их жизнь разделена на картинке, кадры, ролике, уровне. 30 секунд, одна строка, смайлик. Попробуйте в этом, очень странно. Открустные ряды научить далеко. И вот уже проблема отцов и детей, это не проблема возраста и убеждений, а проблема разных измерений. Отец Александр рассказал участникам о докладах и лекциях преподавателей, а также о творческой лаборатории, которой был посвящен один из дней работы форума. 24 марта, в третий день работы 15-го Благовещенского форума проводились педагогические мастерские. А потом поддавайте, не в том, а где? Один в поле не воин, гласит пословица. Многие наши русские ратники доказали, что если они с Богом, то и один в поле воин. И сегодняшние наши педагоги тоже доказывают, что один в поле, в школе, не воин. Но если педагоги идут с Богом, создают команду единомышленников, то у них все получится. Из-за нас происходит проектная деятельность. Мы создаем проект по духовному напитанию наших детей. Соработничество, вот это главное. Директор один ничего не решит, один учитель тоже ничего не сделает. А ну и вправду, один в поле не воин. И даже если говорить, что кто-то такой самоотверженный, что-то делает один, он нет. Потому что с Божьей помощью все равно не один. 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Именно этому событию был посвящен 15-й Благовещенский православный педагогический форум. На форуме было представлено методическое пособие «Вера, надежда и любовь в жизни Александра Невского», а также изготовленный макет реконструкции Невской битвы, предложенный в качестве учебного наглядного материала. Во время семинара у участников была возможность попробовать практическое использование макета на уроках. Вот эта сторона участвует, то есть вы же понимаете, они ввязываются в бой по флангам. Но самое главное, что для мальчишек это интересно. В завершении встречи отец Александр призвал преподавателей чаще читать священное писание и не оставлять своего избранного пути учительства. Христос даже сравнивает и учительство в том числе с этим усилием пахаря. Но тот, кто дойдет до конца, по словам Русалова Спасителя, претерпевший же до конца спасет. Поэтому обращаюсь и к вам с просьбой, не сходите с этого избранного пути. Как бы ни был он терновым и трудным и тяжелым, но идите, это будет спасение ради тех, кто с вами, тех, кого Господь верил вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова